Привет, это Елена Вапашина и фокус на Автозак Live. В 2024 году Автозаку исполняется 5 лет, и по такому случаю до конца года в кадре помимо привычных ведущих будут и друзья Автозака с других каналов. А сегодняшний фокус проведу я. Сегодня у нас в гостях Олег Кашин, и мы будем говорить о разных событиях этой недели и в целом последнего времени. Олег, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Прежде чем мы начнем, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, и если вам важно то, что мы делаем, поддерживайте Автозак Live финансово по ссылкам в описании. Олег, я не жила в 90-х, вы жили. Когда я сейчас читаю новости, у меня есть ощущение, что что-то похожее происходит, но я не знаю, о чем я говорю. Я говорю о покушениях, я говорю о сегодняшней новости про стрельбу, перестрелку в Wildberries. Даже непонятно до сих пор, кто стрелял. Я говорю про Невзлина и про главный скандал последней недели. Как вам кажется, это оно же или это уже что-то другое? Ну, наверное, просто, в смысле, наверное, оно же, просто как раз меняющие в мирные годы и в лучшие годы по-человечески, как вы верно отметили, как очевидца, как современника, раздражало противопоставление 90-х нулевым или 90-х десятым. Все-таки логика развития истории, она, какой бы извилистая ни была, все равно линейная, а не основанная на противопоставлениях. Естественно, 37-й год вырастает из 17-го, а оттепель вырастает из 37-го года. Здесь то же самое. Нулевые годы, конечно, стали продолжением 90-х, и если в какой-то момент фитилек ада, да, немножко прикручивался по каким-то причинам, это не значит, что эпохи устроены как-то принципиально по-разному. Поэтому здесь как раз я вижу не просто возвращение 90-х, и даже не просто их продолжение, а просто такой вот как бы новый их виток, в котором мы всегда живем, и все наше постсоветское бытование, если его не прорвет какой-нибудь прямо впечатляющий, сравнимый с 91-м годом катаклизм, оно, наверное, и будет основано на тех законах, которые сложились после крушения Советского Союза. Законах и криминальных, и этических, и культурных. В общем, все, что сложилось тогда, так или иначе, дожило до нашего времени, и как мы убеждаемся в реальности, время от времени дает о себе знать. Очень интересно Ваша точка зрения. Но получается тогда в Вашем понимании истории, грубо говоря, этих процессов, было некоторое затишье, была спячка, или почему есть сейчас такое ощущение, что какая-то безумная концентрация и набор оборотов именно событий внутри России, а не только внешних. Ну, я помню, когда президентом России числился Дмитрий Медведев, хорошим тоном было считать, я сам считал Медведевский период какой-то оттепелью, либерализацией. Я помню, как меня встряхнула статья, вот бывают такие тексты, к сожалению, чужие, журналистские тексты, которые запоминают на всю жизнь, статья ныне ставшего украинцем, буквально перешедшего на украинский язык, работающего где-то там, то ли в Киеве, то ли в Одессе, журналиста тогда московского, форбсовского Владимира Федорина, она называлась «Пустое место» и была посвящена Дмитрию Медведеву, и там как раз шла полемика с нашим представлением о том, что Медведев принес какую-то свободу или облегчение. Он там пишет, Федорин, что напомню вам, что Магнитского убили при Медведеве, напомню вам, что Накашина напали при Медведеве, и меня как-то, ну, видимо, упоминание меня, повторю, встряхнуло, подумал, действительно, внешняя оболочка, которая во многом задается медийными механизмами, к реальности она отношения не имеет. И вот, позволю себе личное воспоминание, хоть и не про 90-е, но более позднее, нулевые десятые, меня застали в Москве теракты и 2004 года, 2003 года, когда они шли, ну, не еженедельно, но, по крайней мере, каким-то пугающим косяком взрыв на фестивале «Крылья», взрыв у гостиницы «Метрополь» и далее вплоть до «Беслана», которому сопутствовал взрыв в Москве на метро «Рижская». Постоянно в Москве что-то взрывалось, и каждый раз, удивительно, да, хотя это уже не первая, не вторая, не третья история такого рода, каждый раз было ощущение конца света. Я помню, как я иду в метро после взрыва на Павелецкой, в перегоне между Павелецкой и Автозаводской, и понимаю, да, что вот как бы сейчас мне придется опуститься в ад, где еще кровь, да, на стенах туннелей не высохла. Тогда было такое восприятие. В 10-м году, мирном 10-м году, Медведевском, спокойном 10-м году, когда случилось подряд два взрыва в метро на Лубянке, на парке «Культоры», я тоже работал на месте, и удивительное было ощущение, что как бы, да, это первый теракт за многое, за многие годы буквально, да, это то, что должно разделить жизнь на «до» и «после», а нет такого, ну, как говорится, теракт и теракт, дальше живем, как полагается. И вот странное это противоречие, которое до сих пор разгадку его я, наверное, не могу установить, кроме действительно какого-то другого, изменившегося и более грамотного поведения официальных лиц и медиа, располагает к тому, чтобы, оценивая происходящее в тот или иной момент, в тот или иной год, ориентироваться на его существо, а не на то, как принято его воспринимать. Потому что, еще раз повторю, восприятие задается, как правило, внешними манипуляторами. Вы упомянули сейчас прямо несколько важных событий того времени, в том числе Беслан, было 20 лет с трагедией, и вы тоже сказали про теперь другое изменившееся поведение официальных лиц. Официальные лица проигнорировали, можно так сказать, по крайней мере, совершенно на другом уровне приоритетности было это событие, как вы думаете? Почему это происходит? И насколько народной памяти, насколько усилием обычных людей удается поддерживать это воспоминание и как-то привлекать внимание к этой проблеме дальше? Вы знаете, я не верю в народную память, то есть я верю в память какой-то совокупности частных лиц, физических лиц, и сам к этой совокупности принадлежу, потому что стараюсь какие-то вехи помнить. И регулярно занят, например, тем, что пересчитываю на своем YouTube-канале свои старые статьи, понимая, что слишком много из того, о чем не стоит забывать, забыто. Но повторю, в реальную народную память как фактор не верю. Если память делается достоянием какой-то части общества, пусть даже и большой, то это уже не народная память, это уже субкультура. Люди, которые помнят что-то, что не совпадает с мейнстримной политикой памяти, они в любом случае превращаются в какое-то чаще тупиковое ответвление от основного общества. Опыт крушения Советского Союза и опыт последующего трансформации учит нас, что какими бы героическими, какими бы прекрасными и какими бы правыми, в смысле правоты, они были диссиденты, допустим, все равно постсоветскую Россию строили советские люди, а диссиденты и люди, которые думали, что у них есть какая-то альтернатива, хотя бы и этическая, либо оставались полностью на обочине, либо каким-то образом встраивались в построенную советскими, опять же, людьми систему координат. И поэтому, глядя на сегодняшнюю Россию и глядя на людей, которые фантазируют о ее будущем из-за границы или из какого-то, из какой-то внутренней эмиграции, я понимаю, что в лучшем случае какие-то их идеи, условно одна идея из десяти, и идея не главная, а какая-нибудь периферийная, будет реализована теми, кто сегодня марширует под буквой «З» или кто состоит в клубе новых тихих. Но в любом случае, кто остается в российском обществе, наверное, это несправедливо. Но, тем не менее, и себя я воспринимаю как персонажа выпавшего из той телеги, которая двигается куда-то в будущее. Вы затронули тему российской оппозиции и какие-то мечты о будущем, поэтому, наверное, самое время перейти к обсуждению главного скандала в оппозиции, который случился на этой неделе, расследование ФПК про участие Невзлина в покушении на Волкова. Нам, Автозаку, особенно было бы интересно поговорить с вами об этом, потому что, к сожалению, у вас есть свой личный, персональный опыт пережитого покушения. Соответственно, у вас глубокий какой-то другой взгляд на это, чем у людей, которые могут говорить об этом абстрактно. Обвинения, которые были выдвинуты в адрес Невзлина, выглядят очень убедительно. Но все-таки сомнения остаются, и в каком-то смысле эта новость как-то разделила, расколола и так не очень единодушную оппозицию и миграцию. Как вы думаете, во-первых, сможет ли фокус перейти обратно на главное, на войну в Украине, на политзаключенных и борьбу с Путиным? Во-вторых, какое ваше мнение по этим обвинениям и по этому расследованию? Ну, если честно, я думаю, что те люди, для которых на протяжении двух с половиной лет главной темой остается украинская война, они не отказались от этой главной темы и продолжают по мере сил ей противостоять. На самом деле, как-то по умолчанию воспринимается, что любая политическая сила, оппонирующая Владимиру Путина антивоенная, но если вы проследите за публичной активностью того же самого фонда борьбы с коррупцией в эти годы, вы не обнаружите в их деятельности каких-то знаковых антивоенных жестов или слов. А у них другая повестка, они занимались в последние полгода сериалом «Предатели», воюя с теми же 90-ми. До этого продолжали разоблачать коррупцию, добившись, например, ареста замминистра обороны Тимура Иванова. То есть здесь как раз тоже можно дискутировать, вся ли оппозиция является антивоенной. Ну а что касается самой коллизии с Невзлиным, при том, что опубликованных доказательств при всем несовершенствии их подачи, я считаю, достаточно, чтобы с какой-то уверенностью говорить о том, что именно Невзлин заказывал Волкова. Я полагаю, что эта история еще не закончилась и каждый день она приносит нам что-то новое. Для меня, например, открытием стало участие, по сути, в этом же сюжете забытого, к вопросу, опять же, о прошлых эпохах человека из 90-х, Константина Коголовского, который вдруг оказался одним из крупных тайных спонсоров фонда борьбы с коррупцией. Как вы знаете, наверное, вчера Константин Коголовский выступил в поддержку Леонида Невзлина в неприемлемо хамской форме. Тоже на полях замечу, что перед нами как будто бы поколенческий разрыв, когда вот такая уже пародийная карикатурная мизогиния, свойственная людям из прошлого, делается как бы заведомым аргументом против тех людей, которые ее воспроизводят. Тем не менее, еще раз повторю, вдруг оказалось, что автор идеи залоговых аукционов был тайным спонсором фонда борьбы с коррупцией. При этом по его публичному поведению мы обнаруживаем, что он буквально ненавидит по-настоящему и Марию Певчих, и Леонида Волкова. И возникает вопрос, а если ты их так ненавидишь, зачем ты им давал деньги? Если честно, у меня, например, и самая, как мне кажется, очевидная версия, что речь идет не о спонсировании, а о попытке откупиться. Тем более, что его, как автора идеи залоговых аукционов, как мы знаем, не упоминали в фильме «Предатели», хотя фильм «Предатели» во многом был залоговым аукционам посвящен. Так вот, я думаю, что несмотря на бесспорную зловещесть Невзлина в этом сюжете, и здесь я, наверное, полагаю, что для конкретного Невзлина любая возможность участия в деятельности российской политической эмиграции уже закрыта, он отрезан на Иламоте, он будет появляться, в него будут плевать гнать его и обзывать его последними словами. Не будет Невзлина, сейчас вот вопрос удержится ли Ходорковский, и тоже это очень сомнительно, потому что его линия защиты выглядит крайне слабо, и, в общем, также можно считать, что завтра он превратится в какого-то изгоя в оппозиционной среде. Но это как бы сюжетная линия, связанная с ними. Сюжетная линия, связанная с ФБК, продолжается, и как человек, который ФБК не любит, я, откровенно говоря, надеюсь, что по итогам этого скандала они также выйдут из происходящего в каком-нибудь уже другом потрепанном и заслуженно дискредитированном состоянии, скажем так. Олег, спасибо. Сразу несколько вопросов у меня появилось к вашему комментарию. Во-первых, коротко, сжато, тезисно, я думаю, я и наши читатели знаем о том, что у вас есть конфликт ФБК, и вы были внесены в список. А мне довольно просто. Меня первым в список людей Путина еще до войны внес Леонид Невзлин со своим форумом. Я помню, это была личная его инициатива. Как мне говорили общие знакомые, он обиделся на сравнение с Игорем Сечиным, которого, как и его когда-то в РГГУ, назначили где-то почетным ректором. И я написал, что Сечин Новый Невзлин, и мне передавали, что он мне этого не простит. Ну и, собственно, да, тогда он дебютировал с включением меня в списке, поэтому как бы здесь я почти не предвзят. Обе стороны одинаково плохо ко мне относятся. Это, кстати, важная ремарка. Но все-таки, если коротко и тезисно, вы в своем комментарии в нескольких вещах упрекнули ФБК. Коротко тезисно ваши претензии, вопросы к ним, наверное, и как к расследователям, как к журналистам, так и к политической силе. Я бы не сказал, что у меня есть к ним вопросы как к журналистам, потому что странно считать журналистами политическую силу. Но если говорить шире, то, конечно, есть вопросы буквально к журналистам, которые как-то охотно, журналисты-расследователи других эмигрантских медиа в диапазоне от проекта до инсайдера, которые как-то не рефлексируя и не переживая по поводу того, что это и им отравляет жизнь, согласились с тем, что та же самая Мария Певчих такая же, как они, да, журналистка-расследовательница. Хотя она, безусловно, политик, интерес у нее политический. И значит, у нее есть какие-то задачи, интересы, стоящие выше классического журналистского интереса. Но еще раз повторю, это проблема, да, связанная, наверное, с деградацией журналистики в целом, с деградацией в отрыве от аудитории, в отрыве от метрополии, с зависимостью, наверное, не от классических рыночных механизмов, как-то реклама или подписные поступления, а от грантов, выдаваемых людьми, которые часто и по-русски читать-то не умеют. Поэтому не важен контент, а важна преданность, да, исследования политической линии. Но это, повторю, беда эмигрантской подпольной журналистики, не привязанная, наверное, к оппозиционерам. Это просто беда, безусловно. Да, вы упомянули как бы тоже, что второй вопрос, который есть у людей, кроме того, можно ли верить, нельзя, что будет с Ходорковским и насколько оправданы ли к нему претензии. Вы сказали, что выхлоп в итоге будет, наверное, не очень удачным, что сложно будет Ходорковскому выйти из этой ситуации успешно. Но как вы считаете, эти претензии оправданы? Для политика в ситуации, когда любой его шаг, любой его жест, любое его слово влияет на его репутацию, любые претензии оправданы, наверное, в сочетании с его реакцией на претензии и то, что он ведет себя в ответ на тяжелые, в общем, обвинения, ведет себя как стандартный чиновник, общающийся с аудиторией взаимопротиворечащими пресс-релизами, я думаю, его действительно губит. Не то, чтобы у меня был какой-то рецепт публичного поведения для Михаила Ходорковского, но я понимаю, что будь я на его месте, я бы вел себя как-то иначе. По крайней мере, тот же самый Леонид Волков, если вы заметили, он вполне активен в социальных сетях и на каждую ситуативную претензию довольно быстро отвечает. И даже несмотря на его коммуникативные проблемы, которые у него тоже, наверное, как у старого айтишника, неизбежны, он многие какие-то претензии, возникающие на ходу, ему их удается отбить. Михаил Ходорковский, как Николай 2 марта 2017 года, смиренно переживает крушение своей репутации, крушение, происходящее как по объективным, так и по субъективным, то есть буквально по злоумышленным со стороны ФБКшников причинам. Я напомню на самом деле, то есть еще раз повторю, никоим образом не обесценивая нападение на Леонида Волкова, как безусловное уголовное преступление, я хочу напомнить, что публичные атаки на Ходорковского как такового, очевидно, как на альтернативного эмигрантского лидера, начал еще до своей смерти, персонально Алексей Навальный. И поводы атаковать Ходорковского в разное время были разные. Первым и по тем временам самым громким было трудоустройство в структуре Ходорковского чиновника из Башкирии по фамилии, по-моему, Мурзагулов. Навальный буквально в промежутке между очередными ШИЗО за какие-то недели до своей смерти объявил, что в Ходорковском разочарован, и это тоже можно считать его политическим завещанием. Поэтому, когда сегодня какие-то, условно, пронезлинские люди упрекают ФБКшников в том, что они неправильно распоряжаются наследием Навального, я как раз не согласен. Я полагаю, что Навальнисты строго следуют наследию Навального. Безусловно, он бы на их месте вел бы себя точно так же и точно такими же словами, как Певчих или Волков отзывался бы и о самих Ходорковском и Невзлине, и о тех людях, которые либо не заняли сторону, либо заняли сторону юкосовцев. Олег, а как ваше личное мнение, ваше мнение, наверное, какое наказание должно быть для заказчиков таких покушений? Какое бы наказание вы бы хотели для вашего заказчика? Как вы думаете, что в этой ситуации справедливо? Ну, что касается моего заказчика, поскольку прошло уже почти 15 лет, да, речь идет о нынешнем главе Республики Алтай Андрея Тручаке, которого я продолжаю называть сраным Тручаком. Собственно, это словосочетание стало причиной нападения на меня. Я покривил бы душой, если бы сделал сейчас страшные глаза и сказал бы, что я мечтаю законопатить Андрея Тручака в тюрьму. То есть, если каким-то образом он будет наказом соответствует российским законам, я буду, наверное, рад, но не сказать, чтобы это было мечтой моей жизни. Насколько я знаю, все эти годы Андрей Тручак, как бы благополучно и сыта не была его жизнь, ходит по кремлевским коридорам и каким-то еще коридорам, понимая, что каждый, да, от Путина лично до какой-нибудь уборщицы смотрит на него как на вот такого неудачливого гупника, который, соответственно, не в состоянии держать себя в руках и организует чужими руками, да, вообще как какое-то чмо нападения на критиков из живого журнала. Я не знаю людей в российской номенклатуре, которые бы не презирали Андрея Тручака и полагаю, что для людей, претендующих на какую-то роль в российской политике, это, ну, тоже, в общем, какое-никакое наказание. Тручаком быть стыдно. Но это в общем виде и применительно к моей, как бы, персональной истории. В целом, всегда отношусь к любым уголовным делам, наверное, в любой юрисдикции таким образом, что наиболее тяжкими, наиболее суровыми и заслуживающими наибольшего наказания считаю преступление против личности. Поэтому, если какой-нибудь непредвзятый суд докажет, что Леонид Невзлин пытался убить или, по крайней мере, покалечить, да, как говорится, Леонида Волкова и жену экономиста Миронова, с которой, заметим, он знаком чуть ли не с ее детства, то я полагаю, что ему придется сидеть долго в тюрьме, и это будет справедливо, да, с точки зрения и духа, и буквы закона, будь то израильского, литовского или закона прекрасной России будущего. Ну, это действительно такой юридический ответ. А практически, повторю, ну, Невзлин уже наказан, потому что я не представляю, как этому человеку, явно имеющему амбиции и политические, медийные, просто вот как появляться, да, где-нибудь на глазах у тех людей, которые знают, что, во-первых, он писал какие-то сальности Марии Певчих, а потом, когда она не ответила ему взаимными сальностями, в знак, видимо, мести, атаковал Леонида Волкова. То есть, я, наверное, тоже уточню, не стал бы все сводить к сальностям, перед нами, так или иначе, борьба за ресурсы, борьба за политическое влияние. Все-таки группа Юкоса бывшего, да, и группа Навального – это две главные силы, конкурирующие за лидерство в политомигрантской среде, поэтому, как бы, политологическое объяснение этих нападений тоже возможно. Но это не делает Леонида Невзлин лучше, не оправдывает его, конечно, поэтому нет, он в идеале должен сесть в тюрьму. Расследователи «Инсайдера» и «Гроздев» тоже упоминали, что не очень им понятно, неужели Невзлин не мог предусмотреть, предугадать, что это все вскроется, то есть это выглядит, как вы сказали про Турчука, неудавшийся гопник, это выглядит, как неудавшийся, я не знаю, заговорщик, слишком, слишком на поверхности было это разоблачение. Как вы думаете, Невзлин действительно не подумал или там есть какие-то еще причины? Не, ну, очевидно, он производит впечатление недалекого человека и по этим перепискам, если мы считаем, что они подлинные, а Невзлин даже не опроверг их содержания, по большому счету, что может быть проще, покажи свой телефон, вот что у тебя там написано, там другие сообщения, но нет, как бы, очевидно, переписки настоящие. Но если искать какое-то здравое, да, помимо вот просто личной обиды на действительно неприятных людей, чего уж там, я бы вот вернулся к теме Коголовского, тут действительно моя гипотеза, что очень странно, что человек, ненавидящий ФБК, платил ФБК, может быть, они вымогали, да, у него, может быть, и Невзлин вымогали, да, или Невзлин, допустим, обнаружил, что ФБК есть, там, не знаю, подконтрольный российской безопасности проект и, как бы, с учетом своей и недалекости, и расшатомных нервов, решил, как бы, справиться с этой проблемой самостоятельно и оказался в дураках. Не знаю, но, повторю, история не закончилась, и я думаю, какую-то правду порционно, но, по крайней мере, с каждым днем все более впечатляющую, мы, надеюсь, будем узнавать. Следующий вопрос про людей, каким-то образом затронутыми, затронутых этой историей. ФБК говорит, что нельзя отмалчиваться, нужно сказать свою позицию. Как вы думаете, что нужно делать людям, которые просто работали, например, журналисты Слоты или какие-то сотрудники канала Ходорковского? Правильно сейчас это просто уволятся или есть какие-то еще другие варианты? Вы знаете, может быть, странная параллель, но я помню начало войны, которая для меня стала потрясением и, наверное, ну, нетипичным, да, для тогдашнего российского общества потрясением. В том смысле, что я много лет, буквально, не знаю, с самого детства был вполне таким человеком, который на вопрос России или Украины отвечал, не задумываясь, и к Украине имел миллиард претензий и эстетических, и политических, и исторических, и не помню, чтобы я слово хорошее сказал об украинском государстве до 22-го года. И когда началась война, она, помимо прочего, поломала все мое представление, потому что в этой ситуации, да, когда Украина оказывается жертвой абсолютно фашистской агрессии, да, но уже, как бы, ты ее не любишь, но трудно ей не сочувствовать, трудно не быть на ее стороне, скажем так. И, в принципе, если бы, там, кто-то тогда меня вежливо спросил, Олег, а что ты думаешь о том, что вот ты когда-то говорил, что, там, не знаю, украинский язык испорченный русский, да, я бы сказал, ну, черт его знает, наверное, я был неправ, слушайте, простите меня, украинцы. Но такого вопроса мне никто не задал. Вместо этого появились какие-то самозваные судьи и прокуроры, которые, соответственно, стали меня обвинять в том, что я вместе с Путиным эту войну начал. А когда появляются самозваные прокуроры, естественная реакция посылать их к черту и уже все свои рефлексии оставлять внутри себя. Здесь то же самое. Я думаю, каждый, да, и журналист Соты, и журналист Ходорковский Лайф, и там кто угодно, еще вплоть до уборщицы в офисе, в офисе Невзлина, да, они переживают, да, они думают, как им быть дальше. Но когда у них над душой встает надсмотрщик из Твиттера, вообще без имени, без лица, но с мандатом, да, от фонда борьбы с коррупцией, говорит, определись, определись. Вот, допустим, Екатерина Шульман, я не думаю, да, что она вообще каким-то образом причастна, да, к структурам Ходорковского или Невзлина, да, что получала от них деньги, что работала там и так далее. Но вот мы видим, как из нее выбивают комментарии. И последний эфир их с Максимом Курниковым, где они обсуждали что угодно, но только не коллизию с Невзлином, я, мне кажется, понимаю Екатерину Шульман, потому что, когда у твоих ног подпрыгивают какие-то абсолютные животные, да, требуя определиться, естественная человеческая реакция, игнорировать этих животных. И даже если ты определился, не поддаваться их давлению. Олег, в более, может быть, практической плоскостью просто, что бы вы, как человек с большим опытом в деле, в профессии, посоветовали бы, ну, сотрудникам, например, СОТО или сотрудникам Ходорковского сейчас? Ну, вы знаете, время сейчас такое, что, я думаю, самая архаичная логика разумнее всего. Отдают – бери, бьют – беги. И в этой ситуации зачем, там, не знаю, хлопать дверью или отрекаться от кого-то? Вот ты сотрудник СОТО, тебя ставили в курс дела, что мы планируем поломать Леониду Волкову голову, да? Нет, конечно, ты честно писал свои заметки, да, ты работал, твоя совесть чиста. Что происходит двумя этажами выше? Ну, опять-таки, я думаю, у любого человека хоть как-то, хоть в какую-то иерархию встроенного, да, если покопаться, ты обнаружишь либо сверху, либо снизу где-нибудь какую-нибудь грязь. Ну, и как быть? Я понимаю, и на этом готов, наверное, настаивать даже, что полностью быть уверенным в моральной правоте собственной и тех, кто тебя окружает, можно только заперевшись в каком-то ските буквально. В скобочках замечу, что, наверное, из всех медийщиков моего поколения, ближе всех к этому положению запертое в ските оказался я сам, и моя густапсовая аудитория в этом смысле и составляет мою, так сказать, медийную семью. Но понимаю, что это действительно такое локальное счастье, да? А если ты работаешь в любой корпорации, даже в какой-то кривой косой маленькой, можешь ли ты быть уверен, что все ее сотрудники абсолютно также честны перед собой и перед Богом, как ты? Нет, конечно. Поэтому в наше время, я полагаю, и отвечать нужно только персонально за себя и уверенным быть можно только персонально в себе. Да, но если уже есть информация, вы абсолютно правы, что никто не знает, что происходит на два этажа выше, но после того, как эта информация появляется, что нужно делать, если продолжать верить в какие-то журналистские стандарты и очку? Вопрос выбора. Мы видели паренек по Молбухов, да, ушел сотый именно из этих соображений, а кто-то не ушел. И я не думаю, что у меня, у вас, у Марии Певчих, у там не знаю кого, Евгении Альбас, есть право судить других людей. Вот действительно повторю тот случай, когда атомизация общества, наверное, более морально, чем какая бы то ни была соборность. Нет, каждый человек остается наедине и со своими грехами, и со своими подвигами. Я поняла. Олег, вы начали отвечать на этот вопрос немножко издалека, упомянув вашу позицию по Украине и начало войны. А вы могли бы, пожалуйста, прокомментировать, я думаю, вас точно уже это спрашивали, просто вот еще раз в этом контексте вашу фразу «не забывать, кто в этом конфликте наше». Да, ну, по-моему, забывать, кто в этом конфликте наше за эти два с половиной года, во-первых, все поняли уже, что это действительно важно, потому что мы видели людей, которые захотели весной 22-го года стать украинцами, несмотря на свою абсолютную принадлежность к российскому обществу, к российской медийной вертикали, культурной иерархии, как угодно, да. Ну и на самом деле приятно, что каждый из таких людей хоть раз доогреб от тех украинцев, которые напоминали ему, что никакой ты брат не украинец, да, и чуп у тебя отклеивается. Поэтому как раз вот те, кто, желая, да, помочь украинцам, получал от них всевозможные оскорбления или даже какие-то действия, да, я думаю, каждый из них мог бы избежать всех своих неприятностей, если бы послушался моего совета и не забывал бы, кто в этой войне наши. Ну а кто наши, да, с кем ты себя отождествляешь, с кем ты себя идентифицируешь. Вот посмотрите на меня, да, могу ли я сказать наши, допустим, о бойцах Аптелла Удинова? Очевидно, нет. Это какие-то совершенно разные люди из разных вселенных, да, мы и они. Могу ли я сказать наши о таких олдовых, да, тюремных людях из структур Пригожина, да, которым не важно, кого убивать, прохожего в подворотне в Щелябинске или украинца в Бахмуте? Тоже понятно, они не наши. Мобилизованные, конечно, наши, конечно, это наше общество. Мирные жители по обе стороны российско-украинской границы, конечно, наши. Солдаты, срочники, которые сегодня оказываются на передовой, тоже наши. И, естественно, весь опыт любых войн, а не одной второй мировой, как мы понимаем, исчерпывается мировая военная история, весь опыт указывает, что отношение к войне, в общем, не привязано к твоему отношению к той стороне, с которой воюет твое государство. Не обязательно любить вьетконг, если ты против вьетнамской войны. И там люди, которые во время, да, этой войны позировали с Хо Ши Мином, да, или посещали вьетнамские позиции, в общем, справедливо стали маргиналами, если не изгоями, в тогдашнем американском обществе. Чтобы быть против войны в Афганистане, не нужно любить Ахмад Шаха Масуда. Война в Афганистане была преступна не потому, что Ахмад Шаха Масуд был хороший. И наши в той войне тоже понятно, кто это был, те люди, которых гнали на фронт. Поэтому, да, снова повторяю свой призыв, не забывайте, кто в этом конфликте наши. Эта простая формула действительно поможет вам и подлости не наделать, и ошибок тоже самое. Спасибо за такой разнортый комментарий. Давайте немножко сменим тему. Вы уже упоминали как бы и оппозиционные СМИ, и немножко касались того, что сейчас происходит со СМИ в России. Одна из таких, наверное, не очень видных новостей, но все же, что было приостановлено издание газеты «Собеседник», которая выходила с 1984 года. Как вы думаете, это просто еще что-то очередное, очередное логичное развитие событий, или это все-таки какой-то важный момент для того, что для ситуации, для того, что происходит со СМИ в России? Ну, вы знаете, в прошлой серии вы такой же вопрос могли задать о, допустим, радиостанции «Эхо Москвы», да, а почему ее закрыли, почему она до сих пор была, а теперь ее нет. И я бы вам сказал, что до сих пор Кремль нуждался в какой-то витрине, которая бы имитировала свободу слова, теперь маски сброшены, витрина не нужна. «Эхо Москвы» закрыли два с половиной года назад, и новую газету тогдашнюю закрыли два с половиной года назад. Вот «Собеседник» остался последним свободным СМИ. Почему его так долго не трогали? Другой вопрос, может быть, действительно это тупо для забавы, да, чтобы вот мы спрашивали, ой, а почему такая бумажная газета существует? Ну, очевидно, забава надоела. Если честно, опять же, при всем восхищении действительно и мужеством, и честностью журналистов-собеседника, я также всегда воспринимал его, а он в таком виде существует уже давно. И бумажная пресса, которая как бы умерла задолго до войны, как фактор, да, российской медиажизни, оставалась вот таким островком в виде этого старого таблоида. Выглядело это неестественно, и там как бы мы не восхищались этой газетой, все-таки ее исчезновение делает медиаландшафт более гармоничным. Это вот буквально посреди равнины торчала какая-то непокорная березка. Это странно, да, это глазу больно от нее было. Я знаю, что кассета-собеседник в том числе очень ценилась заключенными, не только политзаключенными, в целом заключенными, потому что это был возможный источник новостей. Как вы думаете, или даже не как вы думаете, а может быть вы можете рассказать, какие есть способы сейчас для тех, кто хочет поддерживать политзаключенных и не только политзаключенных, каким образом отправлять новостью в тюрьму? Вы знаете, один мой знакомый уже не первый месяц, а может быть даже и не первый год делает такую штуку, которая называется «Тюремный вестник», буквально рукописная газета. Пару раз даже я в ее составлении участвовал, хотя, наверное, осознаваться в этом неправильно, я иноагент, но тем не менее, да, которую, там, размножив, уж не знаю как, на ксероксе, рассылают, соответственно, тем, заключенным, которые нуждаются в новостях. Нет, понятно, что исчезновение той бумажной газеты, которую интересно читать в отсутствии интернета, сделает жизнь заключенных хуже. Это грустно, это плохо, вопросов нет. Ну, а так, как бы, что? Чаще пишите письма и рассказывайте своими словами то, что вы наблюдаете, то, что вы знаете, то, что у вас на душе. Для наших слушателей мы напоминаем, что автозак помогает политзаключенным, в том числе сейчас помогает Ивану Хребко. Иван сейчас находится в заключении, он увлекается философией и обвиняется по статье Теракт. Следователи утверждают, что Иван заложил взрывное устройство под трансформаторную будку на железнодорожных путях и ведущих воинскую часть. Иван не согласен с обвинением в Теракте и автозак помогает ему с оплатой защиты. Нам будет очень важно, если вы подпишетесь на регулярные пожертвования даже небольшой суммы. Так автозак сможет планировать поступление и брать для защиты новые дела. Спасибо. Ссылки будут внизу в описании. Мы возвращаемся к теме цензуры и закрытия всего, чего только можно в России. Другая новость этой недели это штраф на кинопоиск за кино. 10 сентября штрафовали кинопоиск на 10 миллионов рублей по протоколам о пропаганде педофилии и нетрадиционных отношений, а также пропаганде смены пола. Конкретно речь шла о фильме «Гаспар Ноэ» «Любовь». Как вы думаете, это был подан сигнал и сейчас такие штрафы и закрывание всего будет только увеличиваться, или это что-то, как вы говорите, выбивающееся из гармонии и как бы полностью обрезать нам, точнее нам, а людям в России потребление книжек и фильмов не собираются? Ну, конкретный «Гаспар Ноэ», я думаю, еще не остыл в московских ресторанах стулья, на которых он сидел, посещая Москву по приглашению подконтрольного Кремлю нового глянцевого журнала «Москвичка», издаваемого кремлевская медиаменеджерка Кристиной Потупщик, поэтому здесь как раз повод вздохнуть или посмеяться, в зависимости от вашего темперамента, по поводу того, что одна рука кремлевской системы тратит какие-то усилия, чтобы «Гаспар Ноэ» приехал в Россию, преодолевая международную изоляцию, а другая рука штрафует киноповест за то, что он показывает в фильме «Гаспар Ноэ», и это значит, что система рассинхронизирована, что система пошла в разнос, и, может быть, однажды какая-то очередная ее такого рода ошибка станет для нее роковой. Но я ставлю такие рассуждения, наверное, для телеграм-канала «Низ Игорь», который любит все укладывать в теорию черных лебедей, и от себя уже по-обывательски добавлю, что, как говорится, пускай они сами пожирают себя за хвост и ничего больше. При этом к вопросу о цензуре понятно, что с каждым днем возможности потреблять какой бы то ни было, в том числе художественный контент в России делается все меньше. Мы уже забыли те времена, когда газеты как бы или там интернет, издания, телевидение взяли под контроль, а на книжном рынке можно было еще какой-то «Воздух свободы» поймать или в кинотеатре. То есть тот же Никита Михалков по телевизору нам рассказывает о хорошем Сталине, а мог еще тогда позволить себе снимать фильм о плохом, например. И вообще, в целом, российское кино, именно вот это мейнстримное, тиражируемое везде, да, оно в целом было гораздо, гораздо, гораздо более антисоветское, чем российское телевидение. Тоже вот такая загадочная история. Но эти времена прошли. Я думаю, они закончатся. Я знаю, что они закончатся, потому что они всегда заканчиваются. И, не знаю, вот у меня на полке от этих времен останется биография Пазолини, да, например, с замазанными черными строчками о его гей-жизни. Ну, как бы вот такие артефакты, наверное, когда-то будет приятно смотреть на них как на привет из прошлого, но, к сожалению, пока это настоящее. Хочется, чтобы оно действительно было конечным и когда-нибудь оборвалось. Следующая новость, которую я хотела бы обсудить, и тоже именно с вами, была новость, что в Московской области с начала 25-го года ведут ограничения на работу для мигрантов. И в целом за прошедшие больше, чем сколько, 9 месяцев в 24-х годах наблюдаются все больше усилений антиммигрантских каких-то настроений, высказываний, вариантов для принятия загонов. И, конечно же, это все связано с властью. Не это связано с властью, это связывает с, каким-то образом объясняется, с трагедией в Крокусе. При этом, Олег, я знаю, что про вас в Википедии написано, что вы считаете себя русским националистом. Поэтому мне было бы очень интересно узнать ваше мнение о этой динамике, о ее возможных причинах и осмысленности. Спасибо за ссылку на Википедию. Ну и отвечу вам, что русский националист совершенно не обязательно скинхед, который мечтает всех мигрантов вырезать. Как раз жизненный опыт учит тому, что наиболее комфортно любому, наверное, человеку существовать в каком-то более-менее многообразном обществе, чтобы, если ты, не дай бог, чем-то начнешь отличаться от окружающих, чтобы ты не был единственной там белой вороны. То есть, грубо говоря, берегите евреев, когда их вырежут, примутся за нас. Ну и также очевидно, что в последний год-два российская власть не то, что культивирует, но, по крайней мере, имеет в виду использование антимигрантских настроений и конфликтов как политический ресурс. Я полагаю, что по мере, ну, рано или поздно кончится ведь украинская война, и когда будет необходим власти новый источник такой народной ненависти, да, то вот, пожалуйста, уже под ключ есть готовое и потенциально очень тяжелое внутреннее противостояние. Что касается Крокуса, также замечу, что несмотря на причастность, да, как причастность на то, что убийство, страшное убийство людей в Крокусе было полностью осуществлено людьми, попавшими в Россию буквально как раз по линии трудовой миграции, на том этапе российские власти не стали злоупотреблять, да, этой темой, положили ее, наверное, под сукно, наоборот, пытаясь раздуть так называемый украинский след, которого там, разумеется, не было и быть не могло. Поэтому здесь как раз, как в начале нашей беседы мы говорили о том, что реальная история и реальные события, происходящие вокруг нас, не очень сильно привязаны к тому, как эти события оседают в массовой памяти. Я полагаю, что там одной или двух программ «Время», где бы нам рассказали о том, как мигранты едят детей, будет достаточно, чтобы начался какой-нибудь большой погром. И как бы пока этой программы «Время» не было, поэтому повод для оптимизма тоже есть. Да, но при этом, Олег, есть какое-то внутреннее противоречие во всей этой истории, потому что, с одной стороны, вводится, как уже было сказано, да, и ограничения на работу. И вот Патрушева говорила, что нелегальная иммиграция формирует при посылке для распада страны. С другой стороны, российской власти ведь очень нужны мигранты, потому что она использует их тоже как пушечное мясо, формирует из них войска, усиливает таким образом как бы мобилизацию. И зачем власть устраивает сама этот какой-то внутренний противоречие? С одной стороны, ей нужны мигранты каких-то совершенно циничных, да, и драконовских интересов. С другой стороны, как вы говорите, она готовит почту для того, чтобы одного эфира было достаточно для какого-то ужасного погрома. Ну вот мы говорили в предыдущем вопросе про Гаспара Ноя, которого одной рукой власть привозит в Москву, а другой рукой запрещают. Вполне может быть, что разные башни власти, да, и разные ее элементы преследуют какие-то разные задачи. Условному вице-премьеру Хуснулину, ответственному за строительный комплекс российский, да, нужно как можно больше безропотных, безмолвных, низкооплачиваемых полурабов или, как вы говорите, армии. Хотя, я полагаю, все-таки тут последовательность такая, что обычных русских парней гоняют на фронт, русских, бурятских, дагестанских, а их места заменяют приезжими из Центральной Азии. Ну, видимо, да, разные субъекты нашей системы занимаются чем-то разнонаправленным. Как говорил Леонид Брежнев, логики не ищи. Я вас поняла, звучит как объяснение. Олег, а что вы вкладываете, если вы не отрицаете, да, то, что написано в Википедии, а что вы вкладываете в русский национализм? Вы сказали, что вы туда не вкладываете, но... А что вы туда вкладываете, если определение будет не через отрицание? А слово национализм ему уже много лет, да, и определение сложилось как бы исторически. Человек, который в политической деятельности исходит из приоритета интересов своего народа. И если говорить о том, что у нас есть сегодня в реальности, ну, вот мы понимаем, да, что Владимир Путин делает наш народ численно меньше, да, делает наш народ злее, делает наш народ хуже. И в интересах русской нации, если угодно, в интересах русского народа избавиться от Владимира Путина, прекратить эту войну и перейти каким-то образом к мирной благополучной жизни. Я полагаю, да, что национализм сегодня это буквально оно. Человек, который действительно заботится о своем народе, своей нации, будет сегодня против Путина за, извините, демократию, да, потому что лучше, когда власть принадлежит нам, русскому народу, а не каким-то преступникам-азурпаторам. А когда вы говорите про русский народ, вы включаете туда тех же людей из Бурятии, Якутии? Например, включаете ли вы туда, например, меня, которая, ну, идентифицирует тебя как еврейку? Евреи те же русские, да, то есть проблема это семитизма как раз ушла, да, с появлением новых, как бы, векторов вот этого бытового уже и часто страшного фашизма, но это совсем на полях, понятно, что там мы всерьез об этом не говорим. Боже мой, да какая у тебя кровь, дружище? Мы находимся в одном, не знаю, обществе, в одном пространстве, и никто никого не хочет убивать, я надеюсь, по крайней мере. Но в целом, естественно, в течение как раз этой войны также неоднократно возникали разговоры о неравноправии людей разных этнических групп внутри России. И вдруг оказывается, что там те же буряты, которые, собственно, из Бурятии в большей степени оказываются на фронте, гибнут. И, собственно, бурятский националист, я думаю, и так бывает, мы знаем там тоже Гарможапову, да, еще более активно, чем русские по этому поводу возмущаются. Значит, во-первых, интересы совпадают, а во-вторых, даже вот человеку из Бурятии, который отягощен и более массовой гибелью земляков, и, наверное, более тяжелая экономическая ситуация, чем в той же самой Москве, да, чего в Москве, в Нижнем Новгороде, естественно, лучше, чем в Улан-Удэ. Тем не менее, у бурята, в отличие от русского, есть какая-то национальная государственность. То есть, если он этнический бурят, то возможности реализоваться по бурятской линии у него буквально есть, потому что в Улан-Удэ есть университет, где, условно говоря, изучают бурятскую литературу. А у русских такого университета нет, да, буквально. У русских нет национальной государственности, И уж не знаю, что своих поэтов, своих героев мы друг другу передаем, как в эпоху, не знаю, каких-то докутенберговскую, условно говоря, чему учит школа российская? Потому что Россия – это альянс 666 народов, и чтобы русский человек поговорил с русским человеком, требуются какие-то неофициальные механизмы. Я говорю об этом, да, это нужно преодолевать, а что касается совместного или несовместного существования внутри одной большой страны, это действительно будущий разговор, очень важный, очень серьезный, и я уверен, что по итогам этого разговора, который неизбежен, мы удивимся, потому что вдруг окажется, что какие-то народы действительно не мыслят себя вне большой России, а какие-то давно об этом мечтали, может быть, те же самые буряты. Но, как говорится, придется с ними проститься, главное, чтобы проститься по-доброму, по-хорошему, да, и чтобы по Байкалу можно было плавать с одного берега на другой, не опасаясь бурятских пограничных катеров. Это образ будущего, о нем нужно думать, и, как говорится, запретных тем здесь быть не должно. Олег, спасибо вам большое, вы уделили нам уже очень много времени. 52 минуты. Спасибо за точность, но все равно. Спасибо вам за ваши ответы, спасибо вам за ваше мнение. Может быть, последнее, что я хотела спросить, у вас в канале сегодня вышел пост про Эрмитаж. Да-да-да. Вот, я из Петербурга, я очень сильно скучаю по Эрмитажу. Вы задали в конце этого поста вопрос. Речь идет о швейцарском художнике Валатоне, который приезжал в Петербург по приглашению как раз-таки своего друга Газана и написал какое-то количество картин. И вышло так, что в итоге в Эрмитаже есть самая большая коллекция этого представителя Наби, Валатона. Ну, как большая, в Женеве его больше. В России, самая большая в России. В России, конечно, да. Да. И вы напишите в конце, я представлю, как Эрмитаж в ноябре 2017 года покупает у него картины. Ведь купил же, не может быть, чтобы просто отобрали. Вы иронизируете, вы намекаете на что-то. Почему вас, скажем так, зацепила эта история в нашем контексте сегодня? Тема реституции и тема несправедливого овладевания материальными ценностями и в 90-е, и в 17-м году, и в 45-м году, между прочим, меня давно заботит о сфере искусства наиболее наглядной, наиболее доходчивой. Я действительно абсолютно случайно, путешествовав по ссылкам в Википедии, набрел на эти образцы Валатона, которых, если честно, не помню в Эрмитаже, в смысле, не доходил, видимо, до них или не интересовался. Но мне представляется, конечно, невозможным честно их приобретение в 17-м году советскими музеями. И здесь вопрос, что стало с этим бизнесменом. Он успел бежать в Швейцарию хотя бы без картины или его убили? В целом, я думаю, также и опыт Восточной Европы, хотя, понятно, он касается меньших временных дистанций, но, тем не менее, он учит нас, что возможно все, что настоящая какая-то справедливость, гармонизация, невозможно без разговора о собственности, разговора о том, что у кого несправедливо отняли. Буквально сегодня я также заметил и, по-моему, в своем же канале репостил новость о том, что потомкам раскулаченных крестьян по какому-то конкретному иску суд позволил вернуть изъятое у их пращура, видимо, что там, сельхозяйственное имущество. И это представляется мне хоть и утопией, наверное, как ты всем обиженным все вернешь, если там дом уже разрушен, если дом был изъят на той территории, которая теперь не Россия. Но, тем не менее, по крайней мере, символическое какое-то восстановление прав отнятых у людей и сто лет назад, и больше ста лет назад нужно, хотя бы на уровне того, чтобы, если мы говорим о картинах, да, чтобы на Пушкинском музее висела справочка, да, что реальными владельцами коллекции являются потомки Щукиных и Морозовых. Окей, а с ними мы уже договорились, чтобы они так и висели в этом Пушкинском музее. Но, тем не менее, это грабеж, да, и последствия грабежа нужно преодолевать. Такой вот, извините, русский БЛМ, да. Закончим на хорошей ноте. Газы действительно бежали из Петрограда еще до революции со своей таксой. Так что, может быть, эта история не совсем плохим концом. Олег, спасибо вам большое. Спасибо нашим слушателям, которые смотрели сегодня эту беседу. Будем очень рады вашему лайку, подписке и, конечно же, донатам, потому что, если вам важно то, что мы делаем, то нам будет очень важна ваша поддержка, в том числе финансовая. До свидания. Спасибо огромное. До свидания и поздравляю с пятилетиями. Субтитры создавал DimaTorzok